Псориаз или экзема на лице. Тяжелые рубцы после ожогов и травм, кожный рак. По статистике Академии дерматологии и венерологии, каждый второй взрослый страдает от той или иной дерматологической проблемы. А вот устранить их, несмотря на, казалось бы, обилие различных косметологических центров и клиник, порой совсем непросто. Специалисты должны обладать экспертными знаниями в косметологии, дерматологии и других смежных областях. О том, как правильно выбирать своего специалиста, как грамотно подходить к лечению болезней кожи и куда обращаться при самых сложных случаях, нам расскажет кандидат медицинских наук, доцент профильной кафедры Алтайского медуниверситета Оксана Кокина. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну, прежде всего, насколько, на ваш взгляд, распространены сегодня проблемы кожи, болезни кожи? Говоря о дерматологических проблемах, мы говорим всегда о большой группе заболеваний, которая встречается достаточно часто, и практически каждый человек на себе испытал эти проблемы в виде дерматита, простого герпеса и тому подобное. У кого-то проходит самостоятельно, кто-то обращается к специалисту или вынужден бороться с различными осложнениями. Сюда же в эту группу заболеваний входит и патология ногтей, и заболевания волосистой части головы, волос, видимых слизистых оболочек. И на сегодня в стране насчитывается около 9 миллионов человек с той или иной патологией дерматологического профиля. То есть это огромная группа заболеваний. И среди всех зарегистрированных нозологией дерматологические проблемы на сегодня по заболеваемости стоят на пятом месте. Что нужно знать при лечении сложных случаев и какие самые сложные? Говоря о сложных случаях, конечно, в первую очередь мы должны вспомнить онкологические заболевания. Самое злокачественное – это меланома кожи среди всех патологий. И, конечно, о заболеваниях, которые опосредованы генетической патологией. Это заболевания, приводящие к инвалидности зачастую, к частым обострениям. И здесь, говоря о лечении этих патологий, мы не можем воздействовать на причину. Пока в медицине нет такой возможности воздействовать на генетическую патологию. Поэтому мы вынуждены бороться не с причиной, а уже с патогенезом. С последствием. Рядом биохимических таких процессов, реакций, которые приводят к клиническим обострениям. Тем не менее, лечение, направленное на причину, и теотропное лечение, оно самое эффективное. В этом случае мы вынуждены не только снимать обострения при хронических дерматозах, а к ним относятся наиболее распространенные. Это топический дерматит, это псориаз, экзема, которая прозвучала в начале. Они достаточно распространены. Мы не только обострения должны снимать эффективно, но и работать с тем, чтобы количество обострений у пациента снизить, увеличить ремиссию. И здесь очень важен подход на доверие. То есть пациент должен доверять доктору. Если пациент доверяет, это 50% успеха. У какого-то доктора лечение оказывается эффективным, у кого-то нет. Хотя мы работаем по стандартным методикам, по клиническим рекомендациям. И фармакопия у нас на сегодня одна. И вот доверие определяет соблюдение пациентами всех спектров лечения. То есть сколько кратность нанесения доктор назначил, количество процедур, внутривенных инъекций, нанесений на кожу препаратов и так далее. Если пациент доверяет, то он будет это делать, как назначено доктором, и следовательно, эффективность будет высока. И для этого существует, конечно, длительный прием, когда пациенту следует разъяснить, с чем он столкнулся, для чего мы назначаем тот или иной препарат в таком количестве. И тогда это будет называться комплоентным лечением, то есть приверженности пациенту к лечению. И пациент, наша совместная работа по лечению даст хороший результат. Еще один момент, в дерматологии очень важен. У каждого пациента одно и то же заболевание проявляется совершенно по-разному. Каждый человек индивидуален, поэтому мы видим разную клинику при одной и той же нозологии. Есть момент у наших пациентов, когда они самостоятельно начинают лечиться. И это тоже меняет ту индивидуальную клинику, которая присутствует у человека. Поэтому избегать самолечения или назначения тех или иных лекарственных препаратов фармакологам, тоже я призываю пациентов. Обращайтесь к специалистам. Вот вы выше затронули тему рака кожи. А вот скажите, вообще онкология и косметология, Насколько эти вещи вообще совместимы? Можно ли, болея или находясь в ремиссии, переболев, пройдя этот самый острый этап, делать вообще какие-то косметические процедуры, обращаться к косметологу? Здесь нужно отметить, что многие онкологические заболевания внутренних органов, тем более кожи, они проявляться могут уже общим видом пациентов. Да, внешним какими-то проявлениями. И здесь, конечно, на приеме дерматолог и косметолог, как специалист, должны оценить этот внешний вид, расспросить пациента и уже направить к специалисту соответствующие патологии. И, конечно же, если мы говорим о наобразованиях кожи, то здесь прерогатива как раз при осмотре кожного покрова принадлежит косметологам и дерматологам. В обязательном оснащении кабинета дерматолога и косметолога на сегодня предусмотрено законом Российской Федерации прибором-дерматоскопом. Это оптический прибор, который позволяет нам детально рассмотреть при большом увеличении специальной подсветкой новое образование кожи. И, видя какие-то изменения нетипичные для доброкачественного образования, мы уже начинаем бить тревогу и отправляем к онкологам. Что касается после лечения или во время терапии онкологических заболеваний, многие онкологические заболевания протекают уже с оперативным вмешательством и приносят во внешность пациента изменения, выбивая их с социальной жизни, воздействуя на их психологическое состояние. Здесь в наших руках много инструментов в плане рубцовых изменений, достаточно весомых иногда. У нас есть различные подходы, обычно это комплексные подходы, есть высокотехнологичное оборудование, которое может изменить в лучшую сторону внешний вид пациента. Но, конечно говоря, оборудование, каким бы высокотехнологичным оно ни было на сегодня, это шикарные технологии. Всегда аппарат – это есть аппарат, да, и он всего лишь инструмент в руках специалиста. И как специалист его применит, будет, конечно, от этого и значимый эффект. Или его не будет. Как раз вот к выбору специалиста. А если все-таки у человека возникли какие-то осложнения после проведения той или иной процедуры, куда ему обращаться, где ему могут помочь? Конечно, это медицинские центры и клиники официальные. Конечно же, нужно выбрать доктора, прежде всего доктора. Медсестра не может поставить диагноз, да, а осложнение – это прежде всего уже диагноз, да, требующий лечения. И, конечно же, нужно выбирать доктора с опытом, который уже имеет некоторое время возможность работать с этими осложнениями. У нас существует центр территории от здоровья, где-то, куда вы можете обратиться. И мы со всеми специалистами, со всеми докторами в отделении врачебной косметологии достаточно часто встречаемся с осложнениями. И, конечно, можем оказать помощь любой сложности. Именно там работают высоко квалифицированные доктора, я правильно понимаю? Да, это отделение именно врачебной косметологии. Кроме того, на нашей базе врачебной косметологии в медицинском центре территории от здоровья проводится обучение специалистов. Являясь клинической базой медуниверситета, мы проводим там обучение и медицинских сестер, и врачей-косметологов. Косметология, дерматология – сферы, которые динамично развиваются, постоянно появляются какие-то новые методики, разработки. Расскажите о последних из них, и кому они, возможно, подойдут, а кому нет. Говоря о последних тенденциях в антиэйдж, в омоложении, в косметологии, мы сегодня говорим об общем здоровье. Омоложение кожи невозможно без решения других системных патологий, здоровья организма в целом. Поэтому комплексный подход к здоровью и в косметологии на сегодня тоже очень распространен и важен. Технологии шикарные. Они какие-то технологические, аппаратные технологии развиваются бешеными темпами. Практически каждый год мы имеем что-то новое в арсенале. Кроме того, что эти технологии высокоэффективны, мы можем индивидуально подобрать параметры, до 10 параметров на одном аппарате для каждого пациента, дабы усилить эффективность процедуры и уменьшить количество осложнений. Тем самым усилив эффект, да, и нивелировав какие-то выпады из социальной жизни пациента. Эти процедуры на сегодня самые, наверное, востребованные, потому что они дают выраженный эффект, очень быстрый эффект. Проводятся редко, раз в год, раз в полтора года некоторые проводятся. Ну, например, это хайфу-терапия, ультразвуковой смаз-лифтинг, это лазерное омоложение. Но, наверное, уже повторюсь, что аппарат – это всего лишь аппарат в руках специалиста. Как часто пациентам Центра территории здоровья требуется помощь смежных специалистов? Вот какого они профиля и насколько их взаимодействие может помочь в лечении? Косметология – это неизолированная специальность. И на сегодня к нам все чаще приходят пациенты, чаще пациентки, конечно, уже с какими-то патологиями внутренних органов. Это хронические заболевания, заболевания, которые требуют постоянной терапии определенными препаратами. И вот здесь нужен индивидуальный комплексный подход разных специалистов. И нам в нашем Центре достаточно легко собрать консилиум и проконсультироваться с ревматологом. Вот как была недавняя ситуация с пациенткой, которая страдает ревматоидным артритом, и вынуждена принимать достаточно серьезный препарат постоянно. Но в это же время, как и любой женщине, хочется оставаться молодой и красивой. При этом заболевании, при этой патологии, приеме препаратов, ряд процедур запрещен. И мало кто возьмется без консультации специалист, возьмет на себя ответственность в плане эффективности реабилитации, в плане осложнений с такими патологиями. И таких пациентов достаточно много. Это хорошо, когда патология уже известна, выявлена, да, и мы знаем, с чем работать. Но есть ряд пациентов, когда мы не знаем. И здесь детальный опрос пациента, детальный осмотр доктором, повторяюсь, очень важен для выявления проблемы. Да и много факторов, когда, в принципе, хочется тут же посоветоваться, да, со специалистом в его деле провести осмотр совместный. С гинекологом мы проводим осмотр, с неврологом, то есть с отоларингологом. Эти все специалисты собраны в одном месте, и это прекрасно. Вы выше сказали, что центр косметологии – клиническая база медицинского университета. Что это значит? Что это значит? Раз клиническая база, значит, мы имеем возможность курсантов, уже сформировавшихся докторов, да, которые проводят повышение квалификации. Это доктора и медсестры, которые получают первичную, да, повышение, профессию, допустим, косметологию. Это студенты, это начинающие доктора-ординаторы. Мы имеем возможность вместе с ними проводить прием пациентов, они могут присутствовать, и, собственно, такой специалист уже, ну, начнет свой старт с более высокой ступени. Конечно же, тот опыт, который передается рядом с пациентом, наглядный опыт, особенно в драматологии, он очень-очень важен. Ну, собственно, это и заключается в клинической базе. Она, на мой взгляд, наиболее важна. Вот именно клиника, да, в нашей специальности. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня о лечении различных проблем с кожей и о разработках в области дерматологии и косметологии мы разговаривали с кандидатом медицинских наук, доцентом профильной кафедры Алтайского медицинского университета Оксаной Кокиной. До свидания.